Первый день энергии в Бресте принимал центральный городской парк. Зелёная зона – экологически чистое место, где с удовольствием любят проводить время жители и гости областного центра. Стартовали мероприятия у сцены летнего амфитеатра. Здесь горожанам рассказали о том, почему сегодня проблемы энергосбережения так актуальны, и что делается в городе для того, чтобы сохранять природу. В 2015 году в октябре город Брест, мэр города, подписал соглашение мэров. И была делегация из ООН, приезжала к нам, и в такой торжественной обстановке это всё дело происходило. Почему мы туда вошли? Потому что, как уже говорили докладчики, у нас идёт глобальное потепление, изменение климата, и мы каким-то образом, именно городская власть, через жителей города, можем влиять на этот процесс. Привлечь внимание людей к глобальным проблемам экологии – главная задача Дня Энергии, которая теперь станет мероприятием ежегодным. В этот раз к участию в празднике присоединились перерабатывающие предприятия, а также фабрики и заводы, где занимаются разработкой энергоэффективных технологий. Брестский электроламповый завод – единственный производитель ламп в Беларуси. Производятся как традиционные лампы накаливания, так и лампы новые, энергосберегающие, со светодиодными нитями филаментные и традиционные модульные светодиодные лампы. Эффективность такой лампы в 12 раз выше, чем традиционные лампы накаливания. То есть лампа 7 ватт заменяет стандартную лампу 95-100 ватт. Лампа, которая потребляет 3 ватта, заменяет лампу, которая потребляет 40 ватт. То есть представьте, если у вас в люстре 5 лампочек по 40 ватт, она потребляет 200 ватт. Если вы заменяете на новые лампы с филаментами, то это потребление энергии 15 ватт. Уже это очень значительная экономия. Для Бреста энергоэффективные технологии и в целом экологические инициативы уже давно не новые. Город идет в ногу со временем и, находясь на границе Запада и Востока, Брест в Беларуси является во многом первым преемником хороших природоохранных европейских традиций. В областном центре открываются предприятия, занимающиеся переработкой вторичных отходов. Активно внедряются энергоэффективные технологии. Например, в освещении города. Старые лампы заменяются на светодиодные аналоги. Следуя актуальным тенденциям, в 2017-м Брест первый в стране присоединился к компании по строительству умного города «Симбио-Сити», в рамках которой предусмотрена реконструкция отдельных очистных сооружений, а также развитие сети велодорожек и зеленых парков. И на этом городские власти останавливаться не спешат. Модернизация, допустим, теплоисточников. Это такое тоже может быть. Это, допустим, присоединение мелких, значит, ликвидация мелких теплоисточников к присоединению нагрузок крупным. Когда увеличивается нагрузка, они работают в более экономическом режиме. В городском, вернее, в наружном освещении, вот уличном, это переход на светодиодные светильники. Они дают очень большой эффект. Конечно, они дорогие, первоначально вкладывать денег здесь очень тяжело, но потом они очень сильно, значит, работают. Ну и это перспектива, которую город, допустим, планирует 100% перейти на эти светодиодные лампы. А знаменовало первый день энергии в Бресте еще одно знаковое событие. Парк «Первое мая» получил в подарок солнечное дерево. Как и его живые аналоги, оно будет потреблять солнечную энергию, а вырабатывать, в свою очередь, электрическую. Так что теперь с проблемой села батарея, в парке будет покончено. Это не то, что новое, оно уже давно в мире существует. Ну, мы просто как бы немножко свой вариант дизайна, насколько нас получилось, это сделали. Старались, чтобы оно как бы писалось и в парк, ну и с общим направлением использования зеленой энергии. Поэтому получилось вот такое дерево. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.